В обществе «Газпром подземремонт у Рингой» выбирали самых умных и креативных сотрудников. Шесть команд из разных городов округа состязались в селе ума и смекалки. За интеллектуальной игрой «Что, где, когда» следил и наш корреспондент Аминат Дешекова. Что для обычного человека может быть приятным, а для автомобилиста не очень. А какие дикие кошки многих разорили, а некоторых сделали миллионерами. На эти и другие вопросы отвечали команды со всего округа. В первой интеллектуальной игре «Что, где, когда», который проходит в городе Новый Рингой. Если про поцелуй догадались многие, то про американский термин «дикие кошки», о методе искать месторождение нефти вслепую, знали не все. Интеллектуальные соревнования среди работников общества «Газпром подземремонт у Рингой» проходят впервые. По итогам состязаний лучшая команда будет представлять структурное подразделение на более масштабных мероприятиях. Отборочный тур выдался ярким и насыщенным. Игра у нас проходит первый раз, дебют. Я думаю, начало удачное, драйв, положительные эмоции, азарт. Я наблюдаю со стороны, и это еще, наверное, сложнее, чем играть в команде. У Рингой, Ямбург, Надым, Ноябрьск – каждая команда выделяется не только яркой формой. Не менее интересны названия. Например, троянский конь, по мнению капитана команды, должен был стать неким знаком, предупреждением для соперников. Мы хотели привести такую неожиданность, так сказать, выступить и показать себя, ну, занять одно из призовых мест. Если корпоративное состязание станет традиционным, многие его участники хотели бы выступать в том же составе. Тем более, команды сложились задолго до этой игры. Раньше принимали участие в КВН, который проводился тоже в Уренгое. А в дальнейшем, я не знаю, может, какие-то будут проекты. И если этот проект будет дальше держаться, участие принимать, конечно, будем. В том же составе, ну, может быть, там где-то модифицируется. Вот хотелось бы, чтобы резерв оставляли. Десятки интересных вопросов об истории, культуре, политике. Немало таких, которые требуют просто смекалки и неординарного мышления. Кто-то записывает вопросы ведущего, кто-то чертит схему. Команды работают слаженно. Самая сложная и ответственная миссия у капитана. Он должен из всех предложенных ответов выбрать правильный. Время пролетает незаметно, как для участников, так и для зрителей. И вот последние подсчеты судейской коллегии. Победитель определен. Первое место – команда населителей и аппарат управления. Призеры получают большую статуэтку совы, символ ума и мудрости. А также памятные призы от общества «Газпром под земремонт Урингой». В этот день никто не остался без внимания. Каждая команда получила заслуженную награду. Но победа здесь не главное, отмечают организаторы. Мало того, что люди сплотились в командах, они еще пообщались между собой. И открылся не только их научный потенциал, но еще открылся их умственный потенциал. Потому что большинство вопросов, оно было не связано с профессиональной деятельностью. Это очень интересно. Работники в этот день многое узнали об окружающем мире. Поближе познакомились со своими коллегами. Победившая команда «Мыслители» удостоилась чести представлять «Газпром под земремонт Урингой» на всех будущих интеллектуальных играх. Амина Дышекова, Масуд Мунаев, служба новостей «Импульс».